У женщин не было прав голоса, архаические ценности мы теперь называем традиционными. Мы придумываем нацистов и воюем с нацистами. Бытовая ксенофобия – это как раз, к сожалению, гей-сообщество. Засунуть свое реальное естество куда-то себе в задницу – ну, слава богу, Путин поврет. Верховный суд Российской Федерации предсказуемо признал экстремистской организацией международное движение ЛГБТ, то самое движение, которого в реальности не существует, никто его не знает, никто его не видел. И что последует за этим решением суда, никто пока не понимает. Нет никаких законов, нет никакой правовой практики. И лояльные власти, журналисты и юристы сами задаются вопросом, а что будет, и кого будут наказывать, непонятно. Мы тоже пока это не совсем понимаем, пытаемся разобраться в этом. Сегодня на сайте Псковской губернии выйдет, уже вышла публикация о том, что же последует за принятием такого решения. Мы побеседовали с юристами, которые, правда, сами пока больше задают вопросов, чем могут дать ответов. Ссылку на материал мы обязательно дадим в описании под этим видео. Ну а пока давайте просто поговорим о том, что же означает такое решение в принципе в истории России. Потому что действительно историческое решение – это натуральный такой откат в отношении к людям. К тому времени, даже не в Советский Союз, а к тому времени, когда у женщин не было прав голоса. И вообще, в принципе, практически не было прав. Когда людей с другим цветом кожи называли рабами. И они были рабами, потом тоже не имели права голоса. Вот это откат куда-то туда, когда люди, абсолютно ничем не отличающиеся от других людей, просто поражаются в правах и теперь называются экстремистами. Это похоже на тот частный случай, допустим, когда свидетели Яговы в России были признаны экстремистами. Тоже люди, ничем не отличающиеся от других православных или мусульман. Вот просто у них свое верование, которое отличается от традиционных ценностей властей Российской Федерации. Я не знаю, конечно, почему архаические ценности мы теперь называем традиционными, но так у нас принято. Понимаете, подменять слова другими терминами, более удобными власти. Вот как, например, одно пропагандистское медиа в Псковской области накануне выпустило заголовок, который мне безумно понравился, дай бог памяти, называется «Не стагнация, а стабильность». Вот так у нас и придумывают смыслы пропаганда и российская власть. И вот теперь люди, которые никого не трогают, ничем не отличаются от других, это, понимаете, не инвалиды, не больные, это такие же абсолютно люди, как мы все, теперь они признаны экстремистами, им теперь грозит до 12 лет лишения свободы, причем неизвестно за что. Как мы знаем, в России закон можно повернуть как угодно. Это очень хорошо видно на примере закона об иностранных агентах, который мне удалось пощупать и ощутить на себе прекрасно, когда сначала у нас говорили, что иностранных агентов будут назначать только за иностранное финансирование, иностранное влияние и так далее. Мы пришли всего за полтора-два года к тому, что человека можно признать иностранным агентом за что угодно, за комментарий и просто за нелояльность власти. Последние включения в иностранные агенты были просто за нелояльность власти, а я скажу больше, некоторые люди могли просто отправить сами заявления, и Минюстер включал их в реестр иностранных агентов ни за что. Вот так в России сейчас работает закон. Это наши традиционные ценности. И так у нас будет дальше, скорее всего, потому что нет у меня позитивных прогнозов, люди в России в большинстве своем, ну не то чтобы с радостью, но с удовлетворением относятся к таким решениям. У нас власть прекрасно вычленила тех врагов, которые у нас есть, и создавая постоянную борьбу с врагами, держится у власти. Первые враги у нас кто были? Безусловно, нацисты. Нацисты, которых никто не видел. Они где-то там, далеко в Украине. Мы придумываем нацистов и воюем с нацистами. Вторые враги, кто в стране? Ну, наверное, шпионы, агенты какие-нибудь. Давайте воевать с агентами и шпионами. Отлично. Третьи враги. Ну, конечно же, геи и лесбиянки. Кого в России... Нету, наверное, больше какой-то прослойки населения, кого в России принято не терпеть, я не буду говорить ненавидеть, но не терпеть. Вот такая бытовая ксенофобия – это как раз, к сожалению, гей-сообщество. Это вот это все объединяет. И когда власть взяла флаг нерадужный, да, освоил вот эти 50 оттенков серого и пошла воевать с радужным флагом, нашла себе врага. Врага, которого вот реальности не существует, вот этого сообщества его не существует, его придумали, и его победили, не начав войну, а потому что нет врага. Вот с чем боролись, непонятно. И, к сожалению, ну вот это решение показывает пути назад. Нет. Отношений с людьми, которые не согласны с властью, не поддерживают власть, не поддерживают ее решение. Вот этого разговора, вот этих отношений с этими людьми не будет. Перспектив у людей, которые не согласны с нынешним режимом, в России нет. Они могут только либо заткнуться, ну, как в Чечне, мы прекрасно видели такие примеры, да, заткнуться и молчать, засунуть свое реальное естество куда-то себе в задницу или поглубже и молчать. Либо уезжать, если они еще смогут и успеют это сделать. Теперь у нас дан зеленый свет на то, чтобы этих людей гнобить и сажать. И поверьте мне, скоро вот эти наши народные дружины, которые якобы должны охранять у нас границы государства, начнут гонять вот этих людей так же, как в Чечне. Это все постепенно будет. И, ну, надежды именно вот на сохранение гражданского общества и чего-то подобного в России уже нет. Это, мне кажется, ну, можно себя кормить надеждами сколько угодно. Я, знаете, в таких случаях представляю себе где-нибудь 30-40 лет назад в Северной Корее сидящего оппозиционера, который говорит, что Корея будет свободной, все будет хорошо. Только пройдет 40-50 лет и в Северной Корее ничего не изменится. То, что Россия сейчас стремительно двигается к восточной диктатуре, а не к западу, это очевидно. То, что десятки лет, а возможно даже уже века, опять ничего не изменится и движения к западным демократиям не будет, это тоже очевидно. То, что эта власть может сохраняться достаточно долго, так же очевидно. Мы это видим на примере Северной Кореи. Все, наверное, такие думали, ну, сейчас Ким Ир Сен помрет, все поменяется к лучшему. Только после Ким Ир Сена придет Ким Чен Ир, после Ким Чен Ира придет Ким Чен Ын, да, человек, которого называют демократом. Вот, пожалуйста, ну, пришел, что-то поменялось, да ничего не поменялось особенно. Вот, и в России власть точно так же могут потихонечку передавать по наследству. Как у нас еще несколько лет назад говорили, ой, ну, слава богу, Путин помрет, придет какая-нибудь Катерина Тихонова. И дети, которые, ну, росли в западном обществе, там, и они больше понимают в экономике, ну, придут. Ну, пришел Ким Чен Ын, человек, который учился в Швейцарии, что-то изменилось в диктатуре. Ну, ничего не изменилось. Вон у Дудя мы все могли посмотреть относительно, да, объективную оценку того, что происходит в Северной Корее. Так будет и в России, к сожалению. Кто будет следующий враг? Ну, кто его знает? Потому что вот так, на мой беглый взгляд, очевидных врагов в России уже назвали. Всех победили. Журналистов победили, оппозицию победили. Но оппозиция сама себя победила и потихонечку доедает друг друга. Нацистов, ну, с нацистами можно пока бороться сколько угодно. Гей-сообщество победили. Ну, кто остался? Ну, скоро будут приходить за своими. Ждите. Ну, и о войне с Украиной, о которой мы, в общем-то, упоминали в предыдущей теме. Зеленский признал, в общем-то, признал реальный факт, который так всем понятен. То, что контрнаступление пока продвигается медленно и, наверное, не достигло тех успехов, которые планировались, которые заявлялись. Война входит в зимнюю стадию. Она будет затягиваться на фоне конфликта Израиля с Палестиной и других проблем. В общем-то, наверное, война постепенно-постепенно отходит, к сожалению, на второй план. Многие к ней привыкают. Видимо, до очередного какого-то взрыва, я имею в виду медийного взрыва, будь то прорыв одной из сторон, будь то мобилизация, которая многими прогнозируется на конец марта, начало апреля. Я имею в виду Россию. Так вот, что сказал Зеленский. Он, кроме того, что признал факт того, что Украина не добилась желаемых результатов контрнаступления, он заявил, смотрите, мы не отступаем, я доволен, мы воюем со второй армией в мире, ну, когда-то так было, я доволен, мы теряем людей, я недоволен, мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть доволен, но и не могу слишком сильно жаловаться. Также Зеленский заявил, что Украина сейчас заинтересована и пытается нарастить вооружение, поскольку Россия также наращивает вооружение очень заметно, но пока этого вооружения не хватает и также не хватает поставок от союзников, но вроде бы в начале следующего года и финансы, и вооружения должны поступать в Украину исправно, поэтому конфликт, война будет продолжаться и пока непредсказуемо, как она будет двигаться дальше. Есть определенная точка отчета, это ноябрь 2024 года, мы тоже уже об этом говорили в других программах. Россия ожидает, как закончатся выборы в США, и если в ноябре 2024 года выборы выигрывает не демократ, а кто-то из республиканцев, то могут возникнуть проблемы финансирования и вооружения, которые США поставляет в Украину. Это, конечно, будет очень важно. Но давайте просто подумаем, вообще есть ли у нынешнего режима желание закончить этот конфликт. У меня есть подозрение, что конфликт как таковой военный заканчивать Россия не хочет, и если его придется заканчивать в Украине, скорее всего он появится где-то еще, потому что именно военный конфликт сейчас позволяет и удерживать режим, и воровать все, что можно. Посмотрите, как на примере федеральных властей, так и региональных, что творится в Псковской области. Воруют все. Врагами называют геев, но не воров, лгунов и людей, которые запугивают свое население. Губернатор не враг, а гей-сообщество – это враги. Ну вот, я боюсь, что заинтересованности в окончании этого конфликта нет. Война будет продолжаться, но она может продолжаться и не только с Украиной. И то закрытие границ, которое мы сейчас с вами видим на Западе, Финляндии, возможно, в Эстонии и Латвии, закрытие КПП – это во многом, я так понимаю, и опасения из-за того, что может быть в следующем году в первую очередь какие-то возможные разведки дронами и не только со стороны Российской Федерации. Многие этого опасаются. То, что Россия не хочет и не будет и не готова заканчивать войну ради того, чтобы просто существовать вот в этом режиме борьбы с врагами – это очевидно. И, к сожалению, к этому нам тоже придется привыкать.